Старый Новый Год И то, что этот праздник не является официальным, совсем не означает, что его не отмечают. Так же, как и в Новый Год, елка еще стоит, а на столе пусть в меньшем количестве, но праздничные блюда. И это прекрасный повод устроить по-настоящему тихий семейный праздник. Старый Новый Год, не знаю, можно вспомнить, сесть в семьи, вспомнить, что было в этом году хорошего. Любой друзей, близких. Особенно, знаете, в этом году, как нам астрологи посоветовали ставить 12 блюд. Лично я, нет, не встречаю Новый Год, только так у телевизора посидеть, посмотреть, может быть, отдохнуть. Ну, не как новый, но, по крайней мере, мы помним об этом. Старый Новый Год для нас, старый Новый Год. Праздновать или не праздновать Старый Новый Год – это личное дело каждого. А так как выходные подошли к концу, самое время приняться за работу. Но если кто-то решил и дальше продолжить отдыхать, то всю неделю для этого найдется повод. Например, сегодня, 13 января, работники печатных СМИ могут отметить День российской печати. Еще в 1703 году по указу Петра I вышла в свет газета «Ведомость». И сегодня век интернета и телевидения газеты не утрачивают популярность. Только в Абакане насчитывается более 20 печатных изданий. После поздравления журналистов, если остались силы еще раз встретить любимый праздник, самое время сделать это в ночь с 13-14 января. И заодно 14 января можно запустить бумажных змеев. Таким образом приобщиться к международному фестивалю бумажных змеев в Индии, который проходит в этой стране именно 14 января. А если вам по душе родные зимние забавы, то в пятницу обязательно посетите каток. Ведь 16 января – это день ледовара, профессионалов, заливающих катки на стадионах, во дворах и так далее. Также 16 января – день известного во всем мире четверки – группы Битлз. 17 января во всем мире отмечают День детей-изобретателей. Вы не поверите, но снегоход, шрифт Брайля, кресло-качалка и фруктовое мороженое были запретены детьми. 18 января – сводите детей покататься на лыжах, на санках, на коньках. Поиграйте с ними в снежки, слепите снеговика. Воскресенье – Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта. Или есть иная альтернатива для 18 января? В течение дня крещенского сочельника постимся, а в полночь отправляемся в храм со святой водой или к проруби окунаться. Ведь считается, что именно в этот день освященная вода становится целебной. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. И такое начало трудовых будней должно каждому гарантировать насыщенный и интересный год. Всего вам самого наилучшего! Смотрите нас каждое утро на канале Россия 1.